здравствуйте уважаемые зрители здравствуйте владыка добрый день предлагаю сегодня поговорить на интересную тему монашества и современность чем отличается монашествующий монах от любого верующего мирянина монахи это люди которые избрали особый жизненный путь путь с богом путь как при котором служение богу не имеет никаких посторонних препятствий это сложный путь но достаточно древний фактически монашество сопутствует христианству самых первых веков его существования находились люди которые хотели жить только со христом уходили в первоначальное время в пустыне монах что зародилось пустынях палестина и египта того что мы сейчас называем ближний восток тех мест и в россии это были дремучие леса даже такая песня есть старообрядческая мати пустыня примемя в твою зеленую густыню зеленые густыни в пустыне конечно непонятно это если пустыня в обычном смысле это пустыня полная песка то в россии это густой дремучий лес люди которые уходили от мира не потому что они гнушались миром и потому что они считали себя лучше мира нет просто они были убеждены что в миру им будет труднее гораздо труднее служить богу и жить с богом вот это вот жизнь с богом как главная цель жизни христианина они считали что лучше всего исполнимо именно вот в таких условиях ну а что заставляет современного человека уйти в монастырь ведь верить и вести благочестивую жизнь можно и в миру вы знаете современного человека заставляет уйти в монастырь ровно то же что и древнего человека мир требует от человека слишком многого даже я бы сказал порой всего еще чуть по и еще сверх того вот и поэтому люди уходят монастырь я имею ввиду когда они действительно уходят монастырь для того чтобы служить богу без всяких преткновений конечно времена меняются времени меняются условия скажем вот в советском союзе при том очень таком ужатом очень несвободном существование церкви монастырей практически не было было буквально несколько монастырей это как своеобразная витрина для заграницы о свободе совести в советском союзе попасть туда было очень сложно поэтому очень многие люди монашествовали живя в миру дома у себя или на приходах во многих приходах служили монахи это имело свои отрицательные черты потому что монашество все это предполагает полный уход от мира но было объяснимо в тех несвободных условиях которых находилась церковь сегодня у нас несколько иное иная ситуация вы знаете что в россии за последние 30 лет с небольшим практически восстановилась монашеская жизнь но есть наверно во всех обителях которые были до революции и к сегодня очень много другое дело что монахов не везде достаточно большое количество но все равно монашеская жизнь в той или иной степени теплится сегодня в большинстве дореволюционных обители и открываются новые обители таких которых не было раньше это добрая тенденция потому что это свидетельство того что в русской церкви все же остаются люди которые вот некие идеальные представления о жизни со христом сохраняют и стремятся им следовать владыка а вот сегодня в симбирской митрополии много ли монастырей к сожалению симбирской митрополии монастырей немного я не хотел бы подробно останавливаться на причинах почему так произошло вот один мужской монастырь жадовский есть и два женских монастыря с нашей симбирской епархии теперь поскольку жадовской жадовский монастырь находится барышской епархии в нашей симбирской епархии сейчас мужского монастыря нет и это так сказать моя забота и мысли о том чтобы он у нас появился пока я не могу ничего говорить об этом подробно поскольку нужно слишком много условий для того чтобы монастырь создать чтобы он возник не просто как административный единица действительно как монастырь вот ну посмотрим как пойдет как мог благословить тогда может быть что-то будет вот наверное вот у нас откроется еще один женский монастырь помимо комаровского монастыря и моноспасского монастыря откроется наверное в ляховке там уже несколько лет трудится такая вот хорошая женская община и они скорее всего бы она будет преобразована женский монастырь это майнский район да это майнский район а вообще как сохраняется монашеские традиции есть такое церковно-славянское слово но большое длинное друг друга приимательно ну понятно без перевода то есть передачи на данного человека другого от в идеале от старца к ученику или от старицы к послушнице вот только таким образом может может быть передано монашество и других способов нет конечно книги очень хорошие книги замечательные книги аскетической литературы и много она очень интересно очень познавательно очень воодушевляет каждого кто читает ее но без живого примера конечно очень сложно у нас есть вопросы которые пришли на адрес редакции владыка неоднократно слышала даже от некоторых священников и читала что бог предложил женщине только два пути брак и монашество если у нее по каким-то причинам не сложилась личная жизнь и она осталась безбрачной то и непременно нужно идти в монастырь так ли это антонина дает конечно это какие-то такие странные суждения вот уже о мужчине тогда тоже почему только женщине на такой вопрос нет нет это конечно не так монастырь нужно идти только от большой переполняющий человеческое сердце любви к богу больше ничего от того что что-то не удалось от несчастной любви от неудачи карьерных неудач еще от чего-то монастырь идти нельзя ни в коем случае это только это место куда приходит только по любви вот если бы богу и должна быть любовь к богу любовь к службе должен человек стремится каждый день в храм как вот ну утренний дух мой ко храму святому твоему да вот это вот чувство должно быть сердце человека который уходит монастырь постоянно это это чувство должно проверяться достаточно долгим временем испытания искусом послушничества иногда до послушничества еще знаете как вот в советские годы был такой один один из наших монастырей женских в теперешнем независимом государстве в эстонии в пюхтицах вот он был он не закрывался совершенно чудесным образом вот он был большой многолюдный поскольку он находился в селе и как-то власти особо его его не трогали вот я знаю людей которые живя в самых разных концах советского союза ездили в этот монастырь в отпуск вот работает человек неважно кем учительница в школе или даже может быть какой-нибудь научный работник да или просто технический персонал неважно кто вот 11 месяцев человек живет дома а на отпуск на месяц приезжает в пюхтице и включается в монастырские послушания каждый день служба трапеза послушание кто в поле кто в коровнике кто еще где-то кто пошивочной и люди ездили годами и десятилетиями вот это было вот мне кажется наиболее близко к естественному ходу дел вот именно так вот постепенно человек должен испытывать свое желание монашество таким вот очень долгим искусом поэтому иначе вот так просто прийти искать я хочу быть монахини или хочу быть монахом постерегите меня потом человек его стригут потом он просыпается вот он когда что здесь делаю и убегает из монастыря таких примеров в наше время уже много достаточно к сожалению наше бурное возрождение последних лет помимо добрых плодов принесло еще и целый ряд каких-то искушений и строения вот такого рода может ли несовершеннолетний человек стать монахом если его родители против этого хотя они еще не старые а в старости за ними будет кому присмотреть это спрашивает илья нет несовершеннолетнему человеку в монахом стать нельзя независимо от желания или нежелания родителей сначала нужно стать взрослым совершеннолетним а потом уже идти в монастырь и еще вопрос от владимира владыка некоторые современные монахи занимаются общественной деятельностью создают спортивные клубы и сами тренируют подростков но должен ли этим заниматься именно монах ведь монашество это отшельничество уход из мира где границы что можно делать подстриженному в монахе а что нельзя каково ваше мнение строго говоря нельзя здесь формально задавший вопрос владимир прав но как говорится старой поговорке нужды ради и закону применения бывает поскольку многие монахи сегодня не отшельники а служат и живут в городских городах служат в обычных храмах и бывают них настоятелями то поэтому возможно и какие-то естественно формы работы с людьми в том числе с молодежью в том числе устройство спортивных клубов и прочее наверно тренировать самому это уже излишне это не этого делать не надо даже в эти даже в таких условиях которых мы сегодня находимся но организовывать эту работу и вести ее я думаю это вполне нормально поскольку это приход нам такая вот нормальная приходская деятельность и если приход возглавляет монашествующий ну что ж иначе ты мог приходится заниматься и этим в том числе спасибо владыка до свидания до свидания уважаемые зрители 7 августа на территории воскресенского некрополя состоялась трудовая акция в которой приняли участие добровольцы из движения симбирской православной молодежь ребята помогают приводить в порядок захоронение на старом кладбище начиная с 2016 года прошлом году традиция ненадолго прервалась в связи с пандемией зато в этом году подобная трудовая акция стала уже второй по счету в мае православная молодежь помогала приводить в порядок могилы участников великой отечественной войны затем вместе с настоятелем воскресенского храма находящегося на территории некрополя ребята решили что нужно обратить внимание и на могилы священнослужителей перед началом трудовой акции настоятель храма иерей антоний закурдаев и краевед ольга николаевна новосад рассказали православные молодежи об истории некрополя и воскресенского храма мы приводим в порядок могилу первого архиепископа симбирска это архиепископа анатолия привезли сюда его останки из города сызрани по его просьбе он желал быть похороненным на своей кафедре на которой он служил затем православные добровольцы приступили к покраске могилы первого симбирского архиепископа анатолия и уборки травы на территории рядом с могилой здесь происходит уборка территории помощь храму мы обрабатываем территории убираем чистим красим могилки то есть обновляем это наша история тут многие забытые могилки которые людям ну как бы люди о них даже не знают некоторые то что у них тут может родственники там похоронены или кто-то еще воскресенский некрополь одно из старейших кладбищ симбирска ульяновска оно было открыто в 1874 году 22 мая 1911 года на его территории епископом вениамином был освящен храм во имя воскресения христова после закрытия горосполкомом в 1972 году кладбище стало мемориальным оно хранит память о многих достойных людях города в том числе священнослужителях могил на территории некрополя достаточно много за ними практически сейчас никто не следит мы вот опять же совместно с православной симбирской молодежи начинаем собирать подробно информацию и я думаю за будущего года мы их все стараемся общими усилиями облагородить и усилиями нашего прихода и симбирской молодежи и всех желающих кто сможет посильно нам в этом помочь исследовательская работа по поиску захоронений священнослужителей уборка и приведение в порядок их могил фронт работ достаточно объемный но он необходим для сохранения памяти о тех кто посвятил свою жизнь служению богу и церкви первый маленький шаг в этом направлении уже сделан сергей николаев владислав фролов симбирская митрополия и и